Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова Сергей Коньков, председатель колхоза, наверняка удалось с ним пообщаться. Что это за человек? Почему он движим этой идеей построить часовню в своем селе? Я не помню на слух цитату. Он цитировал сам себя то, что он говорил колхозникам о том, что нельзя жить безбожниками или без храма. Но главное, что действительно традиционно там всегда была в селе церковь. И вообще говоря, и село было в свое время основано пришедшими из сийского монастыря монахами или людьми, которые вообще сейчас у них числятся ручьевскими преподобными. Даже у них там есть икона своих преподобных, которые основали ручьи в каком-то далеком году, не помню. Ну а дальше планы не идут? Может быть, тот же Сергей Коньков хочет построить в дальнейшем храм? Ну я спросил, он говорит, ну пока не потянуть. Все-таки это дело многотрудное. То есть реально смотрят на вещи? Да, и на самом деле там живет постоянно меньше 200 человек. У нас на первой полосе фотография, и там практически все село собралось. Ну а как люди приняли новую часовню? Ведь наверняка они уже отвыкли от того, чтобы элементарно ставить свечи. Вот вы говорите, что пишете в статье о том, что они не знают, куда поставить, за драйвью, за покой. Ну это понятно, да, это пока. То есть их жизнь наверняка изменится после этого. Каковы у них ощущения? Видимо, да. Как она изменится, я не знаю. Но то, что люди воодушевлены созданием часовни, это правда. И то, что они отвыкли от церкви, связанных с этими вещами, тоже правда. Да, действительно, то, что Катя сказала, когда часовня была освящена... Кстати, это все происходило в условиях шторма. То есть светило солнце, но был очень-очень сильный северный ветер с моря. То есть буквально очень быстро священнослужители провели обряд, и, в общем, народ довольно быстро сдуло ветром с этого гора. Ну а те, кто пошли в часовню, там поставить свечи, там был произнос с собой пачка этих свечек, они не продавались. Но люди приходят в часовню и спрашивают друг у друга, куда ставить свечи за здравие, куда за упокой, потому что, ну, как бы не знают, нет привычки, нет умения. Но они рады. Они рады. И вот представитель колхоза как раз он пришел, научил, обучил. Он вообще очень горд тем, что они это сделали. И хоть это, на самом деле, маленькая часовня, но она действительно небольшая, но они заказали хорошие, красивые, дорогие иконы, писанные в Софрино. То есть часть из них пришла, но говорят, что их будет много, и что голых стен там не будет, и все будет красиво. Ну, на освещение часовни приехал митрополит Даниил. Хотелось бы привести вашу цитату о том, как это все происходило. «Ручьи встретили митрополита Даниила с группой священников солнцем и штормовым северным ветром, который гнал по Белому морю белые же вуруны к пустынному берегу. Местные жители прятались от ветра за новенькой ярко-желтой часовней. Священники устанавливали в часовне, привезенную с собой, новую церковную утварь. Кто-то из ручьевских женщин принес подсолнечное масло, которое тут же налили в лампадки. Ну, а жители ручьев, как восприняли этот день? Станет ли он особенным в их жизни? Ну, видимо, да. Потому что вот после службы, после этого всего, все зашли еще в местную школу, посмотрели. И там, например, всего 17 детей учатся. То есть там классы совмещены, еще что-то. Но вот в одном из классов был урок рисования, дети рисовали часовню на высоком холме у Белого моря. То есть это уже новое поколение, у них начнется вот так, уже другое. Ну, наверное, да. Там еще есть такой момент, как раз связанный с деятельностью церкви. То есть Мизинский район сейчас относится к Мизинской и Наринмарской епархии. И по их подчиненности эта часовня должна обслуживаться этой епархией. А попадать туда из Наринмара и даже из Мизини очень неудобно. То есть там нет прямого регулярного сообщения. И митрополит Даниил пообещал, что он сам договорится с епископом Наринмарским и Мизинским, с тем, чтобы священники из Архангельской епархии туда приезжали, им это удобнее, они смогут это делать регулярнее. Павел, а сейчас я бы хотела попросить вас рассказать о самых интересных темах свежего выпуска «Правда Севера». Колонка главного редактора, Светлана Лойченко. Ну, колонка про международные отношения, про 9-й вагон поезда «Москва-Тишинев», про людей, которые там едут, про все. Архангельск без сети-менеджера – это про то, как у нас будет организована городская власть, разъясняет представитель городской думы Валентина Сырова. Интервью с министром ОПК и торговли Архангельской области Дмитрием Карельским, что вложат тружеников села. В самом конце написано о том, что главное, о чем мечтают труженики села, чтобы государство сейчас оставило все как есть и меньше проводило неожиданных реформ. У нас в редакции прошла прямая линия с сотрудниками пенсионного фонда, и материал, судя по всему, интересный для читателей, об этом можно говорить, потому что он очень популярен у нас на веб-сайте газеты. Видимо, информация полезная для тех, кто интересуется пенсией. Большой и страшный материал про мальчика, даже не про мальчика, а про историю про то, как 7-летнего мальчика сбил автомобиль в подвиге Конужского района, и о том, что водителю за это, по сути, он принес наказание, но, по мнению многих, скажем так, несопоставимое с тем вредом, который он причинил ребенку, потому что ребенок инвалид. Ситуация страшная, там много всего накладывается. Это главные темы нашего номера. Завтра читайте новый свежий номер, и также два раза в неделю регулярно. Павел, спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо, Катя. Читайте «Правду севера», смотрите газету на ТВ. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин